В течение месяца 45 представителей партии и ее сторонники озвучивали свои предложения по самым актуальным темам. Это избережение нации, доступность образования и развитие промышленного производства и борьба с коррупцией, снижение энерготарифов. Итогом дебатов стали многочисленные предложения участников, которые станут основой для предвыборной партийной программы «Единой России». На сегодняшний день тарифы в электроэнергии достаточно высоки. Мне хотелось бы от Вас услышать возможные пути сдерживания все-таки этих тарифов. Обязательным условием является применение достижений науки и техники в более экономичных процессах и оборудовании. Можно привести самый простой пример. Можно, отремонтировав теплотрассу, заменить кусок трубы на ту трубу, которая сгниет за три года. Можно же положить гораздо более дорогую трубу, но она прослужит 30-50 лет. Дебаты прошли по жестким правилам, споры были жаркими, мнения компетентными. Эксперты отметили, что несмотря на то, что некоторые кандидаты оказались не готовыми к такой открытой форме отбора претендентов, первый блинкомом не оказался. Думаю, что это успех, успех партии «Единая Россия», потому что, вы знаете, все остальные как-то замкнуты на самих себя. Все остальные пытаются говорить о том, какие они хорошие. Здесь впервые прозвучала долгожданная тональность о том, как мы вместе должны это делать, как не замыкаясь на какие-то партийные принадлежности, делать так, чтобы действительно страна шла вперед. 22 мая по всей Нижегородской области будут открыты почти 450 счетных участков. О том, как будут работать участки и в какое время можно будет проголосовать, рассказали в региональном оргкомитете. В едином дне предварительного голосования принять участие и выбрать самого достойного кандидата «Единой России» сможет каждый нижегородец. Для этого надо найти свой избирательный участок на сайте в интернете по адресу, указанному на экране в разделе «Поиск участка». Участки будут работать в воскресенье с 8 утра до 8 часов вечера. Я жду, что максимальное количество жителей поддержит нашу партийную идею, поддержит наших кандидатов и примет участие, выразит свое мнение, кто им интересен, кого они считают достойнейшим представителем, тем, кто будет представлять партию «Единой России» уже на выборах в Государственном доме. О важности честной борьбы и опоры на гражданское общество заявил лидер партии Владимир Путин, обращаясь к участникам предварительного голосования. У нас будет работа в день голосования 1818 членов комиссии. И, наверное, беспрецедентно для предварительного голосования в Ежегородской области количество волонтеров более тысячи человек. Главная задача – это предотвратить подкуп избирателей, предотвратить любые использованные административные ресурсы, особенно в части административного подвоза людей на избирательные участки. Если такие факты будут появляться, это ляжет в основу, возможно, для аннулирования результатов на участках. Я с большим удовлетворением и удовольствием увидел, что люди, которых востребовала «Единая Россия», люди зрелые, хорошо подготовленные и искренне стремящиеся делать доброе дело в самом широком смысле этого слова. Институт предварительного голосования позволяет выстроить своеобразный фильтр отбора именно качественных кандидатов и дееспособных, и ответственных политиков. Дело в том, что при всех других форматах формирования корпуса кандидатов возможны случаи, когда попадают безответственные люди, или люди, у которых нет никакого опыта, или просто люди, которые обладают талантом демагога. Мы эти случаи знали и видели. Система «Праймерис» позволяет отобрать именно наиболее перспективных, поэтому я всех призываю, не пропускайте этот день голосования, не «Праймерис», придите, проголосуйте, выберите своего кандидата, а затем придите и поддержите его на выборах. Чтобы отдать свой голос за какого-то кандидата, желательно, конечно, чтобы это был достойный человек. Мы выбираем тех людей, которые будут наши интересы представлять. Кстати, в июне 2016 года на съезде «Единая Россия» победители голосования будут выдвинуты кандидатами в депутаты Госдумы 7-го созыва. Татьяна Ермошина, Анастасия Рябова, Александр Быков, Алексей Калякин, Виктор Киселев. Объективно. ННТВ.